Поверьте мне на слово, поверьте мне на слово, к нам относятся так, не важно какой народ, какая страна, к нам относятся так, как мы того заслужили. И если кто-то, когда некоторые говорят, Господь Бог нам поможет, нет, Господь Бог не принадлежит армянам только, или азербайджанцам, да, вот азербайджанцы говорят, Аллах, мы говорим Господь Бог, Господь Бог для всех един, для всех един. Если кто-то думает, что Бог принадлежит азербайджану или армянам, вы сильно ошибаетесь. Где это написано? В Библии написано, что Бог служит только для армян, да, он только на Армению смотрит, то есть он не видит, где Африка, Азия, он не знает, где Япония. Бог целый день смотрит на армян и говорит, армяне мои хорошие, все чужие, а вы мои родные, нет, Бог для всех един. И некоторые люди говорят, а почему ты не воюешь с азербайджанцами, а что воевать? У нас и так полно провокаторов, полно людей, которые хотят нас стравить. Мы можем бесконечно друг друга убивать и ни к чему не прийти. Какой толк от этого? Чтобы дети из порядочных седьмей погибали, да? Я против этого. И у них погибают люди, а что их мамы, которые теряют своих сыновей, это не женщины, это не люди? Как мы? Вот мы говорим, чтобы там, как мы? Я просто не понимаю, они что, не люди? Мы не сумеем никого победить. Мы должны на самом деле понять, как нам жить на одной земле. Потому что эта земля принадлежит Господу Богу, а не азербайджанцам и армянам. Уже Бог 10 раз нам говорил, что войной мы вопрос не решим. Ни азербайджанцы, ни армяне. И все. Мы не решим. Вот поверьте, те армяне, которые меня смотрят, мы можем в какой-то момент, да? Может Россия сделать так или Америка? Чтобы Армения вот победила. Мы вот победим Азербайджан. А потом опять они сделают так, чтобы Азербайджан победил нас. Мы этого хотим? Вечно друг друга убивать? Ну вот нам даст оружие Россия, да? И скажет, давайте нападите на Азербайджан и победите. А потом Азербайджану скажут, победите армян. Нам никто не позволит стать победителями. И им не позволят. Азербайджанцы, которые думают, что они могут победить армян. Нет. Армяне по всему миру и армяне никуда не уйдут. Но это не значит, что мы должны друг друга ненавидеть. И я хочу просто сказать всем армянам, что здесь очень много есть провокаторов, которые ссорят армян с азербайджанцами. Здесь есть люди, которые от имени армян что-то говорят против азербайджанцев. Здесь есть неазербайджанцы, которые от имени азербайджанцев что-то говорят против армян. Азербайджанцы тоже меня смотрят. И согласитесь, что и у вас полно провокаторов и негодяев. Зачем это делать? Зачем? Мы же видим, что погибают люди из бедных семей, из простых. А мы с вами влиятельные. Мы можем говорить. У нас есть работа. И мы понимаем, что мы можем избежать войны. А они не могут. Они обязаны своих сыновей отправлять на войну. Зачем мы их убиваем? Зачем? И ведь азербайджанцы тоже погибли. И не пять, не десять человек, а тысячи и тысячи. Что бы там Алиев ни говорил, азербайджанский мужчина или женщина, которые потеряли своего ребенка. Вы что думаете, что они дальше слушают Алиева? Все. У них дома темнота. Алиев уже может говорить что угодно. А в этом доме горе страшное. Понимаете? Если мы хотим понять, как прийти к миру, мы должны быть против зла, против убийств. Это должны делать все народы. Потому что столько воевать, столько убивать, это не может продолжаться бесконечно. Мы в первую очередь люди, которые ходят под Богом. Понимаете? Люди. Я просто надеюсь, что сила добра может немножко хотя бы победить. Я категорически против. Я весь этот год не подливал масла в огонь. Потому что подливающих полно. И в моем понимании, в моем понимании, я считаю, что это можно говорить и делать. Что люди должны чувствовать себя в безопасности. Люди, которые живут в Арцахе, я сейчас говорю о наших армянах. И я еще раз повторюсь, там есть и мечети, я об этом говорил, и не боюсь говорить. И вокруг Арцаха есть мечети, правильно? А армяне, которые живут в Арцахе, тысячу лет. Куда их никто не может выгнать от своих домов. Они могут и должны жить спокойно в своих домах. Но сейчас нужно понять, что другие страны, кажется, и не хотят, чтобы азербайджанцы и армяне были в мире. Я, например, что-то не вижу такого. Я не вижу такого прям рвения мира, чтобы они хотели, мы жили в мире. Я думаю, что это все... Вчера Рубен Меграбян, эксперт из Армении, говорил, что одной рукой нас мирят, а другой рукой стравливают. Это очень важное заявление, которое сделал Рубен Меграбян. Одной рукой, говорит, нас мирят, делают вид, что мирят, а другой рукой стравливают. Если все хотят, чтобы армяне и азербайджанцы не воевали, почему нам продают оружие? Почему мы покупаем это оружие? Можете вы мне объяснить? Нам оружие для чего вы продаете? Чтобы мы опять выстреливали друг друга? Тогда запретите, вот если Америка, Россия и Франция, если Совет Безопасности скажет, что тот, кто будет продавать Азербайджану и Армению оружие, мы наведем эмбарго. Что-то я такого не слышал. Запретите Азербайджану и Армению покупать оружие. Если Россия, Америка и Турция не хотят, чтобы мы друг друга убивали, запретите, наведите эмбарго на обе страны, закройте воздушные ворота, скажете, кто из вас купит оружие, он получит, что разве мир не может нас жестко прижать к сеньке? Кто мы? Две маленькие страны. Мир что не... За два дня можно и Алиева, и Пашняна заставить не покупать оружие и примириться. За два дня. И поверьте, так оно и есть. Никто не хочет, чтобы мы мирились. Они хотят, чтобы мы друг друга убивали, чтобы мы были слабые, да? Чтобы мы с их заводов покупали оружие, чтобы на их заводах зарплаты платили. А мы будем убивать наших детей. Для чего я это делаю, Эфир? Чтобы защитить самых достойных парней, которые сейчас стоят на границе. Чтобы защитить самых простых людей. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.